почему успешные мужчины хотят дарить подарки женщинам более того я скажу не просто хотят а прям им это жизненно необходимо дарить подарки женщинам есть мужчины которые дарят квартиры дарят машины дарят бизнес и мужчины дарят подарки только ради какой-то выгоды ради сексуальной близости чтобы вы понимали мышление этих мужчин особенно те женщины которые вообще от мужчине получают подарки привет меня зовут ярослав самойлов я дипломированный психолог магистр психологии и прежде чем мы перейдем к этому видео прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца на тему подарков на моем youtube канале есть много разных видео и в этом видео я решил приоткрыть объяснить логически почему мужчинам особенно успешным мужчинам особенно обеспеченным мужчинам почему они нуждаются в том чтобы дарить подарки женщинам что же вот кажется а какой смысл или за эти многие девушки думают что мужчины дарят подарки только ради какой-то выгоды ради сексуальной близости либо ради того чтобы завоевать любовь женщины либо ради того чтобы расположить ее к себе ради какой-то краткосрочной цели на самом деле ответ на этот вопрос более комплексный и в этом видео я постараюсь максимально его раскрыть для вас давайте представим мужчину обеспеченного что он из себя представляет скорее всего он уже закрыл собственные финансовые потребности скорее всего он уже купил машину какую он хотел какой он мечтал и скорее всего у него же были разные автомобили скорее всего он уже живет в жилье в квартире в доме который его полностью устраивает это может быть купленные за деньги если у него была такая цель либо он арендует если для него это более правильно арендовать а не покупать скорее всего если он хотел путешествовать он уже был в разных странах скорее всего если он хотел самую последнюю модель айфо айфона ноутбука и так далее у него есть скорее всего если он хотел ходить в какой-то одежде он в ней ходит и если все это резюмировать можно сказать так что он уже попробовал разные скорее всего он уже насытился попробовал возможности которую дают деньги и скорее всего он столкнулся с такой ситуации что да он стремится к тому чтобы зарабатывать больше денег но с другой стороны он понимает что какая-то очередная покупка его не сделает счастливее он скорее всего уже понимает даже когда он купит новую модель автомобиля она эта модель порадует какое-то время и дальше станет как обычно то есть скорее всего он уже заранее это понимает если мы возьмем суммы ну например вот ему задать вопрос вот скажи а очередная 1000 долларов тебя сделает счастливее сделает ли это твою жизнь более качественной или вот что-то какое-то событие из этого будет не скорее всего очевидно ответ конечно же ничего экстраординарного не произойдет потому что это очередная 1000 долларов для каких-то мужчин очередные 100 тысяч долларов для каких-то мужчин очередные 100 тысяч долларов очередной миллион долларов очередные миллионы долларов зависимости от уровня обеспеченности мужчины и здесь и кроется ответ на вопрос а почему мужчина выгодно дарить подарки Потому что, смотрите, если взять сумму, например, 1000 долларов, его очередная 1000 долларов, заработанная или потраченная на себя, не сделает счастливее. Скорее всего, он и так может себе это позволить. И он уже точно понимает, что это не сделает его счастливее. Но если на эту 1000 долларов, или меньшую сумму, или для кого-то большую сумму, он может на эти деньги подарить какой-то девушке, женщине подарок, понимаете, от которой эта женщина будет настолько счастлива, настолько радостна, настолько благодарна. И вот эти женские эмоции доставят мужчине такой восторг и, можно сказать, эмоциональный оргазм, понимаете. И, соответственно, у него в голове, на что мне потратить очередную 1000 долларов. Опять же, еще раз повторяю, для кого-то из мужчин 10 тысяч долларов. И есть мужчины, которые дарят квартиры, дарят машины, дарят бизнесы. В зависимости от уровня обеспеченности мужчины. И для кого-то очередные 100 долларов, это что-то незначительное. Для кого-то очередные 1000 долларов незначительные, в зависимости от уровня мужчины. Но всегда есть женщины, которые будут настолько благодарны подарку за 100, за 1000 и так далее. И этот мужчина взвешивает, и он понимает, что вложенная в себя очередная сумма денег, она уже не доставляет того удовольствия. А если на эту сумму порадовать другого человека или женщину, которая при этом умеет быть благодарной, умеет быть радостной, умеет ценить, это искренне и по-настоящему не наиграно. Тогда, конечно же, выбор идет в пользу радования другого человека. Это не значит, что мужчина выбирает первую встречную женщину и говорит, давай я тебе подарю что-то, а ты умеешь радоваться, не умеешь, я тебе подарю, и ты мне доставишь этим удовольствие, тем, что я сделаю тебе подарок. Понятно, что мужчины выбирают тех девушек, которые им симпатизируют, те, кто им откликается. Понятно, что он сразу может не проявляется щедро, он пробует, он щупает, да, он может быть сначала просто комплимент делает этой женщине и смотрит ее отклик. Да, он смотрит на что-то небольшое, как реагирует женщина. И дальше он слушает свой отклик, а хочется для нее делать нечто большее. Вот кажется, зачем нужны деньги, да, ну чтобы, для кого-то нужны деньги, чтобы обеспечить уровень выживания. Если мы говорим про обеспеченных мужчин, они уже обеспечили себе уровень выживания. Их может порадовать только какой-то сверхрезультат в бизнесе или сверхрезультат в карьере, который по щелчку пальца не делается, который создается тяжелым трудом. Понимаете, что для обеспеченных мужчин небольшие незначительные деньги, то для большинства девушек и женщин на эти суммы можно получить приятные подарки. И пожалуйста, не перекручивайте мое видео к тому, что я свожу, что самое главное это подарки, деньги, бабло, богатые мужчины и так далее. Я в этом видео только лишь отвечаю логически на вопрос, чтобы вы понимали мышление этих мужчин, чтобы вы понимали, особенно те девушки, которые не в отношениях, чтобы вы понимали мышление целеустремленных, успешных, амбициозных, богатых, очень богатых мужчин. Казалось бы, а в чем выгода кому-то он подарил квартиру, а в чем выгода кому-то он подарил машину, в чем выгода, какой-то подвох. Особенно те женщины, которые вообще от мужчин не получают подарки, особенно те женщины, у которых есть негативный опыт общения с мужчинами, особенно те женщины, которые сами обеспечивали мужчин, сами на мужчин брали кредиты, долги и сами мужчинам дарили дорогие подарки. Они смотрят на мужчин, как на инопланетян. И с помощью этого видео я хотел приоткрыть некую ширму, чтобы вам еще больше было понятно мышления мужчин. Если вы хотите в этом разобраться еще более подробно, и разобраться не только с темой подарков, но и как строить отношения с такими мужчинами, если в вашем кругу сейчас нет таких мужчин, или же вы в отношениях с мужчиной и какие-то отношения непонятные, вы хотите разобраться, возможно ли, стоит ли, нужно ли перезагружать эти отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему классные отношения, которые длятся не только первую ночь классной или первые годы влюбленности, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и успеете зарегистрироваться на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению бездрам и манипуляции». Регистрируйтесь по ссылке внизу бесплатно. Если это видео было полезно прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите в комментариях, как вам это видео, и до встречи в следующих выпусках.